Итоги работы за прошедшую и планы на текущую неделю были обсуждены на планерном совещании главы Кашхабского района Заура Хамирзова с заместителями, начальниками структурных подразделений администрации района, главами сельских поселений, представителями ЦРБ Роспотребнадзора. В числе первоочередных, конечно же, вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки, работа межведовственных групп по проверке и соблюдению антиковидных мер в ходе прививочной кампании против коронавирусной инфекции. Было отмечено, что на сегодняшний день число болеющих COVID-19 – 233, действующих очагов болезни – 188, рейдовых мероприятий на предмет соблюдения стандартов за прошлую неделю проведено 175. Составлено административных протоколов касаемо нарушений правил режима повышенной готовности – 10. При этом число привившихся граждан достигло 10 690. В районе развернут волонтерский штаб по помощи в доставке продуктов первой необходимости одиноким лицам, находящимся на режиме самоизоляции. В качестве дополнительных мер поддержки сферы здравоохранения администрация района ежедневно предоставляет Кашхабрской ЦРБ 5 автомобилей. Углубленного обсуждения потребовал и вопрос участия района в программе комплексной развитии сельских территорий на 2022 год. Проделана большая подготовительная работа, благодаря чему в следующем году в районе появятся новые спортивные объекты, объекты инфраструктуры, культуры и здравоохранения. Также были рассмотрены вопросы участия муниципальных образований района в других программах благоустройства, подразумевающих строительство дорог и тротуаров, проведение уличного освещения, благоустройство парков и т.д. Отдельное внимание было уделено реализации национальных проектов набору добровольцев проект БАРЦ, работе по достижению показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Также были даны очередные поручения по ряду дополнительных вопросов повестки дня. Завершила мероприятие поздравления с юбилеем и вручение почетных грамот заведующей Дружбинской сельской библиотекой Верия Рудос и заведующей дошкольно-образовательного учреждения села Вольные Ольги Сусловой.